Тема алкоголизации стала первой на заседании антинаркотической зависимости. В России 2,5 миллиона алкоголиков. В Сочи пьет 1% населения. И это при том, что с 2009 по 2013 год отмечено снижение употребления сочинцами спиртных напитков. Тем не менее, проблема острая, ведь в результате этой зависимости часто совершаются убийства, самоубийства, смертность от отравления алкоголем. Фиксируются ранние болезни у людей в возрасте от 35 до 40 лет. По результатам диспансеризации, только 35% населения в Сочи абсолютно здоровы. Мы проанализировали заболеваемость, которая связана, возможно, связана, так скажем, с самоупотреблением алкоголя. И мы обнаружили, что по сравнению с 2017 годом у нас выросла заболеваемость психическими расстройствами, выросла заболеваемость кардиомиопатиями, гастритами, циррозами печени, правда, незначительно, но все равно выросла. И выражена болезнь поджелудочная железа. Все это соматические эквиваленты алкогольного поражения. В программу с Сочи внезависимости включились поликлиники. С начала сентября уже протестировано около 500 человек. Выявленных зависимых пациентов направили в наркологические центры и общество анонимных алкоголиков. Мы говорим о создании центра детоксикации. То есть это центр не медицинского профиля в чистом виде. Это центр не полицейского профиля в чистом виде. Это центр оказания первичной помощи людям, которые оказались в этой ситуации. Да, медикаментозно вывести человека из этого состояния, помочь, оказать на первом этапе помощь. Вот этому будет посвящена и эти задачи будет решать центр детоксикации. В новый проект включились все города Кубани. Главный нарколог края, который является координатором проекта «Кубань вне зависимости», считает, что количество заболевших алкоголизмом напрямую зависит от неравнодушия людей, живущих рядом. Изменилась позиция граждан. То есть принцип «Мая хата с краю», он сейчас практически не работает. И вот на фоне это все, наверное, и создало такие благоприятные условия для того, чтобы был реализован вот этот новый проект, который может быть реализован только именно на уровне гражданской инициативы, осознанного патриотизма каждого жителя города Кубани. Изучен международный опыт борьбы с болезненной зависимостью конкретно в Чехии и Белоруссии. Там уже есть реальные результаты. Сначала в Сочи будет вестись работа профилактическая, причем всех органов профилактики. Это практика мотивационных бесед, выявление причины, почему человек пристрастился к алкоголю или наркотикам. А если социализация не поможет, будет оказываться уже медикаментозная помощь. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.